Плитка к плитке завершается благоустройство набережной озера Кабан, пешеходная велодорожка, освещение, деревья и цветущие многолетники. Первая очередь откроется уже к чемпионату мира по футболу. Здесь будет настоящий цветочный каскад. Приятные изменения ждут и парк Черное озеро. Здесь в ближайшее время поселится пара черных лебедей. Именно для птиц отделе из игры выбраны не случайно, как герои классического балета Лебединое озеро. Ведь семейное гнездышко будут птицы в специальном домике, который прошел все архитектурные согласования. Озенение города, конечно, это всегда положительный момент, потому что воздух становится чище, нам становится приятнее гулять, нам становится приятнее. Очень здорово, с ребятишками ездить гулять. Туристы, которые приедут на чемпионат мира по футболу, это будет сюрприз и подарок. Амфитеатр на 142 места и огромная клумба с круговой скамьей. Осенью запланировано благоустройство парка Крылья Советов. А в Горкинском и Метинском лесу проложат экологические тропы и 20-метровую горку. Те зоны, которые посвящены гостеприимству, мы над ними начали работать раньше. В парке, которые находятся ближе к жилым домам, мы, в принципе, первый круг обсуждения с жителями уже прошли. Получили необходимое количество пожеланий, замечаний. Все оставшиеся вопросы сразу после чемпионата приступим. И в хорошие погодные условия, включая сентябрь, начало октября, завершим те работы, о которых мы планируем. Вместе с инфраструктурой в парках появляется насыщенная летняя программа. Экоквесты, фестивали, граффити и даже первый городской огород посетителям будет чем заняться. В летний период мы понимаем, что мероприятия будут проходить практически ежедневно. Не менее 30 событий в разных парках. Организаторов мероприятия предпочитают закрытые площадки, открытым нашим городским общественным пространством. И этому, конечно, способствует то, что довольно продуманная инфраструктура у новых парков. Не только днем, но и ночью в июне в парках открываются ночные квесты и маркеты. Хорошо и важно, что каждый парк обретает свое лицо, свои специфические направления. Развлекательные программы в парках начнутся уже 1 июня. В такой насыщенной культурной жизни каждый найдет что-то для себя. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова